Здравствуйте! Сегодня я покажу, как проверить некоторые элементы системы зажигания скутера с коммутатором оси переменного напряжения, без использования мультиметра. Для этого нам понадобятся маломощная лампочка накаливания, может подойти из подсветки приборной панели или поворота. Светодиод, работающий от 1 вольта. Его можно выдрать из старой электроаппаратуры, например, из кассетного магнитофона или CD-дисковода. Транзистор C945. Его также можно легко найти, например, в неисправном блоке питания от компьютера или видеомагнитофоне. Для удобства нужно припаять проводки к ножкам транзистора. Отсоединяем коммутатор. Вскрываем крышку аккумулятора. Берем нашу лампочку-контрольку и одним проводом цепляем на плюсовую клемму аккумулятора. Вторым проводом, касаясь массы, проверяем верность подключения. Лампочка должна засветиться. Подключив данную конструкцию к скутеру, мы можем проверить целостность цепи стоп-двигатель, включая замок зажигания. Подключаем контрольку к двухпиновому разъему. Если держать разъем фиксатором вверх, то это пин номер 2. При выключении зажигания лампочка должна светиться, а при включении, соответственно, не светиться. В некоторых скутерах с другим типом коммутатора может быть наоборот. Это нужно учитывать. Вернемся к первому пину данного разъема. Это питание коммутатора. Оно берется с высоковольтных катушек генератора. Тыкаем контролькой в этот пин. Если лампочка ярко засветилась, это либо замыкание проводки на массу, либо на массе сидит сама высоковольтная обмотка генератора. Генератор под замену. Если с высоковольтной обмоткой все в порядке, лампочка светить не должна. Из-за высокого сопротивления обмотки. Если контролька не светит, первый этап пройден. Теперь берем светодиод. Одним проводом подключаемся к первому пину того же разъема. Вторым ко второму концу контрольки. Главное ничего не перепутать. Можно сжечь светодиод. Если светодиод не светит, как у меня, следует поменять местами провода, идущие от светодиода. Вот у меня засветился. Это значит высоковольтная обмотка генератора целая. Запоминаем, какой из проводов диода подключен к контрольке. Это будет плюс. У меня это провод красного цвета. Теперь проведем еще одну проверку. Не вытаскивая провод светодиода из разъема, второй провод садим на массу. И крутим стартером. Светодиод засветился. Генератор дает напряжение на коммутатор. Переходим ко второму разъему. Если держать его фиксатором вниз, то два пина слева – это масса. Проверяем ее наличие нашей контролькой. Порядок. Масса присутствует. Верхний пин справа – это первичная обмотка катушки зажигания. Здесь мы можем только проверить, не в обрыве ли она. Лампочка светит, обмотка целая. На предмет межвитковых замыканий мы проверить не можем. И последний пин – это индуктивный датчик. Сопротивление его обмотки намного меньше, чем высоковольтные обмотки генератора. Поэтому, если все в порядке, лампочка хоть и слабо, но затлеет. Также работоспособность индуктивного датчика можно проверить, собрав простую схему на одном транзисторе – C945. Условно пронумеруем ножки транзистора, держа его надписям к себе. Третью ножку подключаем к индуктивному датчику. Первую – к массе. Вторую – к минусу светодиода. Плюс светодиода к нашей контрольке. Крутим стартером. Светодиод должен мерцать. Это указывает на исправность индуктивного датчика. Также вот проверим другой датчик, вне скутера. Касаемся металлом, сердечника, датчик. Светодиод кратковременно вспыхивает. Главное – касаться массы креплением датчика. Таким образом, мы можем исключить из списка неисправных элементов датчик зажигания и высоковольтную обмотку генератора. В случае отсутствия искры, нам только останется заменить коммутатор, либо катушку зажигания. На этом все. Спасибо, что смотрели. Задавайте вопросы в комментариях. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok